Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык за 50 уроков» и разбираем 200 фразовых глаголов. Следующий фразовый глагол – think aware. Обдумать – think aware. Мне нужно некоторое время, чтобы обдумать это, прежде чем принять окончательное решение. Видите, мы с вами не просто тренируем фразовые глаголы, но и разные конструкции и лексику. Итак, мне нужно… I need некоторое время, sometime, чтобы обдумать это. Обдумать – think aware. Но мы говорили, что место имения ставится в середине, то есть обдумать это будет to think it aware. to think it aware. Прежде чем – это before принять окончательное решение. Да, во-первых, видите, в конструкции «прежде чем», если далее глагол, там или before, или after, это именно с инкформой. И, во-вторых, да, принять решение – это make a decision. В принципе, также встречается и take a decision, это тоже возможно. Сейчас именно make мы по-моему, чем это используем. Соответственно, принять окончательное решение получается «to make the final decision». Но с before глагол с инкформой, потом «before making» окончательное – the final решение – decision. Before making the final decision. По правде говоря, я хотел бы сначала обдумать это. Так вспоминай фразу «по правде говоря». «to tell the truth», «я хотел бы сначала обдумать это». Грамматически сначала ставится в конце, то есть «я хотел бы обдумать это». Опять же, видите, получается «to think it over». «I'd like to think it over» С начала – first. «I'd like to think it over» first. «To tell the truth, I'd like to think it over» first. «To tell the truth, I'd like to think it over» first. I need some time to think it over before making the final decision To tell the truth, I'd like to think it over first Hold on Подождать Подожди секундочку Подожди секунду Подожди То есть вместо wait можем использовать hold on Подожди Секундочку, разумеется, с артиклем Hold on a second Подожди минутку Также подожди Hold on Минутку A minute Часто, к примеру, употребляется, когда говорим по телефону Hold on a second Hold on a minute Опять же, можно перестелить секундочку Секунда, это также секунд Минуточку, минутку, также minute Hold on Hold on a second Hold on a minute Find out Выяснить, обнаружить Find out Когда я выяснил всю правду Или, в принципе, также можно перевести, когда я обнаружил всю правду Когда я выяснил всю правду Я был совершенно шокирован Когда я When I Выяснил When I Found out Всю правду Вот смотрите, конечно, можно сказать, когда я узнал When I knew Но мы усложняем Стараемся использовать, видите, более продвинутую лексику Получается When I found out Всю правду Да, можно сказать All the truth Это грамматически верно Но есть и другое интересное выражение Всю правду The whole truth The whole truth То есть, все что-то Видите, есть такая конструкция The, именно the Далее, whole И далее, что? The whole truth Там Вся история The whole story The whole truth Там вся книга The whole book И так далее И давайте здесь Помощенцы будет эту конструкцию The whole truth When I found out The whole truth Я был I was Совершенно шокирован Да, конечно, можно было сказать Я был там I was very shocked Я был очень шокирован Но вообще Такое пожелание Если мы хотим соответствовать B2, C1 Избавляться Слово very И very мы заменяем на Totally Totally Shocked Это устойчивое выражение Видите, то есть Означает It means that I was very 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 shocked Действительно был Так, так, так Шокирован Да, это гораздо сильнее Звучит It sounds Much Stronger Отлично Получается I was totally shocked It's a collocation In English В английском Это устойчивое выражение в английском Чтобы узнать больше Вы можете посетить наш сайт Видите, чтобы узнать Но дословно переводится как Чтобы выяснить больше Это такая фраза Часто говорят To find out more To find out more То есть, чтобы выяснить больше Звучит это словно Чтобы узнать больше To find out more Так говорят To find out more Вы можете You can Посетить You can visit Наш сайт You can visit Our website To find out more You can visit our website To find out more You can visit our website Или просто можем было там Посетить наш сайт К примеру To find out more Visit our website Такой интересный набор To find out more То есть, в принципе, аналог Чтобы узнать дополнительную информацию Да видите To find out more You can visit Our website Find out When I found out The whole truth I was totally shocked To find out more You can visit our website To find out more You can visit our website Get on with Ладить Get on with Я лажу Со своими Соседями Довольно хорошо Вот сейчас я лажу I get on So With I get on with Своими соседями With my neighbors Довольно хорошо И вот видите, довольно хорошо По умолчанию используем фразу Pretty well Pretty well Да, можно сказать и по-другому Можно сказать quite well Это также возможно To quite well Но в разговорной речи Часто видите Quite заменяет на pretty Pretty well Pretty well То есть, довольно хорошо Да, pretty – это приятный Но и другое значение Как здесь В эти pretty well Такая фраза Или quite well Опять же Very well – это очень банально Очень просто Мы стараемся от very избавляться I get on with my neighbors Pretty well В принципе, если бы мы хотели бы сказать Я хорошо лажу Тогда мы бы с вами сказали Вот так I get on well With my neighbors То есть, если просто хорошо То ставится, видите, сразу I get on well with my neighbors А если, видите, более длинная фраза Как здесь То в конце I get on with my neighbors Pretty well Я лажу со своими коллегами Довольно хорошо Я лажу I get on Со своими С моими With my Коллегами With my colleagues Довольно хорошо Опять же Pretty well Pretty well Очень pretty well I get on with my colleagues Pretty well I get on with my colleagues Pretty well I get on with my colleagues Pretty well Get on with Да, в принципе, также есть и другой фразовый глагол Который означает Ладить То есть, иногда Вместо On Используется Get on Это, в принципе, синоним Get on with Или Get on with Но обычно Именно Get on Потом тоже Получаем его используем Данный фразовый глагол Get on with Get on well With I get on with my neighbors Pretty well I get on with my colleagues Pretty well Put up with Мириться То есть, терпеть, мириться Put up with Как ты, возможно, догадываешься Я не собираюсь Мириться С этой Несправедливостью Итак, вспоминаю фразу Как ты, возможно, догадываешься Как ты As you Возможно, догадываешься И в этой фразе It is guess В значении с пузой might As you Возможно, догадываешься As you might guess As you might guess Я не собираюсь I'm not going I'm not going I'm not going to Мириться Это, видите To Put up With I'm not going to put up with Этой Несправедливостью With This Injustice As you might guess I'm not going To put up With This Injustice As you might guess I'm not going To put up With This Injustice As you might guess I'm not going To put up With This Injustice As you might guess I'm not going To put up With This Injustice Я должен сказать Что Не могу Больше С этим Мириться Я должен Сказать Так, в вводных Фразах По-моему, я должен Использовать Как Have To То есть я должен I have To Сказать Что I have To Say That Не могу То есть я не могу That I can't Больше С этим Мириться Вначале Видите С этим Мириться А больше В конце То есть I can't Мириться I can't Put up С этим I can't Put up With It Больше Давайте здесь Скажем Разнообразие Дольше Это Видите Оборот Any Longer Any Longer В принципе Можно было Сказать И в одно Слово Anymore Anymore Больше Или Дольше То есть Можно употреблять Или Anymore У нас с вами Раньше встречалось Anymore Или Anylonger И так И так То есть Вообще Anymore Больше А Anylonger Это Больше Дольше То есть Именно с глаголом Вот Больше Не Именно Anymore Или Anylonger Как вариант Так И так Допустимо И давайте Здесь по умолчанию Использовать Anylonger Anylonger I have to say That I can't Put up With It Anylonger I have to say That I can't Put up With It Anylonger Put up With As you Might Guess I'm Not Going To Put up With This Injustice I have To say That I can't Put up With It Anylonger Look For 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 Я В Настоящее Время Ищу Новые Возможности Для Дальнейшего Развития Ведь В Настоящее Время Если В конце Мы говорили Это At present Или At the present Time Если В середине То В настоящее Время Теперь Это Currently Так Используем Currently Здесь В середине Я В настоящее Время Ищу Я Настоящее Время I'm currently, это указатель Present Continuous, I'm currently, ищу, looking for, I'm currently looking for новые возможности, new opportunities, I'm currently looking for new opportunities для, for, дальнейшего развития. Дальнейшего, это further, further, и развития, development. Это от far, far, это далеко, а дальнейшее, further, это неправильный формат far, for further development. I'm currently looking for new opportunities for further development. Я в настоящее время ищу более хорошо оплачиваемую работу. Также видите, в настоящее время, в середине это currently, указывает на Present Continuous. Я в настоящее время, I'm currently, ищу, I'm currently looking for, I'm currently looking for, более хорошо оплачиваемую работу. Артикль здесь сохраняется, видите, потому что дальше существительное, то есть перед ним остается артикль. То есть более, a more, хорошо оплачиваемую работу, a more well-paid job, I'm currently looking for a more well-paid job. I'm currently looking for a more well-paid job. Да, смотрите, если просто там, I'm looking for, там, a well-paid job, это где-то, может быть, уровень, там, A2, B1. Но как только мы употребили currently, уже сразу, видите, здесь, на B2 стали, сразу им глаголом. I'm currently looking for a more well-paid job. I'm currently looking for a more well-paid job. Look for. I'm currently looking for new opportunities for further development. I'm currently looking for a more well-paid job. Throw away. Выбрасывать. Throw away. Если бы я был на твоем месте, я бы выбросил это сразу же. Так, фраза. Если бы я был на твоем месте, дословно, если бы я был ты, if I were you, я бы, а я бы это I would, выбросил это, выбрасывать, throw away. Но если местоимение это, то ставится в середине. Это именно так. Это правило такое. Местоимение ставится в середине. Общее правило. Получается, выбросил это, I would throw it away. Сразу же. Да, конечно, можно было бы сказать immediately. Но мы давайте будем использовать другой оборот. At once. В принципе, это синоним. Immediately – это больше уровень, как A1. А at once – это уже уровень B2. Видите, есть устойчивые фразы, которые означают то же самое. И давайте как раз тоже использовать более продвинутую лексику. At once – по умолчанию здесь. If I were you, I would throw it away at once. То есть, смотрите, здесь сослагательное наклонение второго типа, фразовый глагол и даже еще ведь устойчивая конструкция at once. Видите, мы добавляем то есть и грамматику, и лексику одновременно. If I were you, I would throw it away at once. If I were you, I would throw it away at once. Я не выбрасываю это, потому что это может пригодиться. То есть, да, я вообще не выбрасываю, я не выбрасываю. I don't выбрасываю это. Даже видите, фраза throw it away. I don't throw it away. I don't throw it away. Потому что because видите, все просто. Казалось бы, ничего такого мы не сделали, но далее, смотрите. Потому что это может пригодиться. Это может. It can. А вот пригодиться уже очень полезная фраза уровня be too. Пригодиться, смотрите. Come in handy. Come in handy переводится как пригодиться. It can come in handy. It can come in handy. То есть, видите, come in и handy, то есть hand рука, handy, то есть подручная, то есть быть подручным, то есть под рукой. То есть пригодиться. It can come in handy. И благодаря фразному глаголу мы стали на be one где-то, а здесь уже на be two благодаря этому выражению. I don't throw it away because it can come in handy. I don't throw it away because it can come in handy. Throw away. If I were you, I would throw it away at once. I don't throw it away because it can come in handy. Да, отличный плейлист получается. И, конечно, здесь можно было бы сказать просто, там это может быть очень полезным. It can be very useful. Но видите, конечно, it can be very useful. Это может быть уровень A1, а здесь, конечно, уровень где-то be two. Поэтому, конечно, просто громаднейшая, принципиальнейшая разница. Do our переделать. Do our. То есть, другими словами to do it again. Я осознаю, что мне придется переделать это. Видите, не просто там я понимаю, а мы понимаем изменяем на realize. Я осознаю, что I realize that I realize that Да, разное прописание встречается, даже через S или получение как that. Используем I realize that мне придется. Да, видите, мы с вами уже ранее про это говорили, что вообще должен это must или have to. Но в прошедшее время must это had to. Это в прошедшем времени. А в будущем must тоже используется в виде заменителя. То есть, will have to. То есть, должен в прошедшем это had to. Значит, должен, буду, там придется, это will have to. То есть, получается, мне придется, словно, я буду, должен, that I'll have to, I'll have to переделать это. Опять же, это, раз это, местоимение, значит, в середине. To do it over. To do it over. I realize that I'll have to do it over. I realize that I'll have to do it over. I realize that I'll have to do it over. То есть, видите, мы не просто используем там фразы глагола, там, I'll do it over, но мы еще показываем знание модального глагола в будущем времени, точнее, формы have to. I realize that I'll have to do it over. К примеру, можно было бы еще усложнее и, к примеру, сказать, я прекрасно осознаю. I perfectly realize that I'll have to do it over. Пожалуйста. Я осознал, что мне придется переделать это. Теперь скажем в прошедшем. Я осознал, я осознавал, I realized что that. I realized that мне придется, видите, will, видите, в прошедшем времени меняется на would. То есть, видите, конструкция will have to меняется на would have to. То есть, мне придется that I would have to переделать это to do it over. I realized that I would have to do it over. keep up with with it. Поспеть догнать. В принципе, часто также используют и вражне catch up with it. И так и так используют в принципе синонимы. Keep up with it. Catch up with it. Давайте пока поработаем с keep up with it. Я не могу за тобой угнаться. Ты можешь подождать чуть-чуть. Я не могу за тобой угнаться. В принципе, также можно перевести я не могу поспеть за тобой. I can't угнаться. I can't keep up with you. I can't keep up with you. I can't keep up with you. Вопрос. Ты можешь подождать чуть-чуть? Ты можешь подождать? Can you wait? И чуть-чуть эта фраза a bit. Can you wait a bit? I can't keep up with you. Can you wait a bit? I can't keep up with you. Can you wait a bit? I can't keep up with you. Can you wait a bit? Это другая ситуация, похожая. Ты можешь немного подождать? Я не могу поспеть за тобой. Так, ты можешь. Вопрос. Ты можешь. Can you немного подождать? То есть, подождать. Can you wait немного это a little? То есть, чуть-чуть это a bit, а немного a little? Can you wait a little? Я не могу I can't поспеть за тобой. I can't keep up with you. I can't keep up with you. Can you wait a little? I can't keep up with you. Can you wait a little? I can't keep up with you. Keep up with I can't keep up with you. Can you wait a bit? Can you wait a little? I can't keep up with you. Давить использует или keep up with или catch up with догнать. Catch up with. Я пропустил несколько уроков и мне потребовалось некоторое время, чтобы догнать остальных. Видите, уже более сложное предложение. Я пропустил. Используем форму miss. I missed несколько. по умолчанию используем слово several уроков. Также по умолчанию используем слово lessons. Several lessons. Да, видите, конечно, можно сказать и по-другому. Несколько можно также сказать a few. То есть few это мало, когда исчисляем a few это мало, а несколько это a few. A few lessons. И опять же, если именно занятия там на курсах, соответственно, в школе, то также еще допустимо именно слово classes. Classes. A few classes. Или several classes. А lessons это больше как самостоятельное обучение. Lessons. Опять же, и так, и так, возможно. По умолчанию используем several lessons. И мне потребовалось это оборот, то есть и это получается заняло у меня, и это and it заняло and it took у меня and it took me некоторое время. Да, конечно, можно использовать sometime, но давайте использовать более продвинутые обороты, и некоторое время, это фраза a while. A while. And it took me a while. Чтобы это to и догнать это catch up with to to catch up with остальных это оборот the rest. In the rest. Остальные the rest. The rest. The rest это отдых, даже видите the rest, это остальные the rest. I missed several lessons and it took me a while to catch up with the rest. Я знаю, что мой уровень довольно низкий в настоящее время, но я постараюсь догнать остальных. Так, я знаю, что I know that – мой уровень, that my level довольно низкий. Опять же, видите, мы говорим не очень низкий, а ведь довольно, то есть отверстия стараемся избавляться. То есть довольно – is quite низкий, low. My level is quite low. В настоящее время. По умолчанию используем фразу at present. I know that my level is quite low at present, но я постараюсь, but I'll try догнать, используя фразу в голову «скач». I'll try to catch up остальных. Catch up with, и остальные – это the rest. To catch up with the rest. To catch up with the rest. I know that my level is quite low at present, but I'll try to catch up with the rest. I know that my level is quite low at present, but I'll try to catch up with the rest. I know that my level is quite low at present, but I'll try to catch up with the rest. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.